Друзья, именно в такой коробке, я надеюсь, через пару-тройку недель я получу новинку от компании Oukitel, Oukitel WP10. Не совсем в такой коробке, но я его получил, я его заказал, об этом я писал в нашей группе ВКонтакте, ссылки в описании. Во-первых, я вижу, что подарок, как и обещали, мне положили, наушники, но не знаю, доехало или нет. Посмотрите, блин, вот так вот покажу, чтобы не палить там адреса, пароль явки, вскрытая посылка, я не знаю, кто вскрывал, что как, куча предупреждений о том, что типа ответственности не несем и все такое. Вот, сегодня распаковка, посмотрим быстренько на сам смартфон, Oukitel WP10 5G, приехал вот с таким вот актом. Смотрите, разночтение по весу, то есть продавец указал 652 грамм, приехало 923. Вроде бы вскрытие произведено, телефон на месте. И вот о чем предупреждает нас КАЗ-почта. Аккуратно, аккуратно сбоку вот так откроем, потому что я вижу, что посылка реально вскрывалась, там переходники, по-моему, отдельно валяются. Наушники, наушники вроде не вскрывались, что за наушники, не знаю, было написано, что наушники Oukitel, но они ли это? Вот переходник, смотрите, с Type-C на 3,5 мм, миниджек есть, телефон, коробка по крайней мере есть, это все убираем, наушники обязательно отдельное видео сниму, если они будут этого заслуживать. Прошло несколько недель, и действительно, видите, Oukitel WP10 5G у меня на этом столе. К сожалению, уже вскрытый, и все такое вот, смотрим, что здесь есть. Dimensity 800, процессор Mediatek с поддержкой 5G, 8 гигабайт оперативной, 128 гигабайт встроенной. То, что 48 мегапикселей камеры, это ничего страшного и ничего прекрасного, самое главное, это первый смартфон, обещают, от компании Oukitel, который, ребят, поддерживает запись видео в 4К. Они 1080p даже не могут наладить, а тут 4К, какой он огромный. Так, вот переходник, который должен быть, естественно, Type-C, и мне нравится, что аксессуары черного цвета, а то у них раньше были белые. Так, есть блок зарядного устройства, достаточно неплохие характеристики, 12 вольт, 1,5 ампер, то есть быструю зарядку должен поддерживать. В принципе, ну, с такой батареей на 8000, это и должно быть нормой, огроменный смартфон. При этом, лишь 18 ватт, как Poco M3, кстати, там тоже только 18 ватт, но зарядное устройство на 21 ватт поставлялось. В общем, по комплекту поставки здесь все очень просто, без изысков, не знаю, никаких чехлов, стекол защитных, ничего такого нет. Нет, сам смартфон выглядит вот таким вот образом, но он реально очень большой, он просто огромный. Вот посмотрите, как он выглядит. Сюда можно будет докупать различные сменные модули, поэтому вот такая вот контактная группа присутствует. Milt STD 810G IP68, естественно, прорезиненный плотненький NFC-модуль присутствует. Что думаете по внешнему виду? И основные фишки плюшки у нас здесь указаны. Как я уже говорил, 8000 батареи, широкоугольная основная камера, 13 мегапикселей, 48 мегапикселей, связка камер, 6,67 дюймов, диагональ дисплея. Вообще, мне нравится, что аксессуары действительно сделали черного цвета раньше ни к селу, ни к городу. Так, пленка, смотрите, пленка наклеена уже изначально на экран. Я немного просто в шоке от размеров данного устройства. Металлическая пластина, сканер отпечатка отдельно, кнопка включения рифленая отдельно. Видите, сканер не встроен в нее. Кнопка регулировки громкости выглядит вот таким вот образом. Ну, нельзя сказать, что уж очень-очень выпирают, скорее больше утоплены. Здесь такая бронзовая полосочка присутствует. Есть дополнительные кнопки. Специальная кнопка SOS. Еще одна специальная кнопка. В полном обзоре обязательно об этом расскажу, если вам будет интересно. Вот, сразу хочу сказать, что не очень хорошо, друзья. Ну, как обычно, очень глубоко утоплен разъем под Type-C. Что не очень хорошо, что нет беспроводной зарядки. Потому что постоянно вот эту штукенцию выдергивать не очень приятно. Если бы еще добавили блок беспроводной зарядки, или хотя бы вот здесь можно было бы подключать какую-нибудь док-станцию, было бы значительно интереснее. Так как это распаковка и первое знакомство, смотрим на внешний вид, на детали, на конструктивное решение данного устройства. Вроде все доехало нормально. Первый запуск. О, запустилось. 5G. 10-й Android, наверное, на борту установлен. Как обычно, яркий, сочный экран. Полный пак языков. И русский, и казахский, и украинский здесь присутствуют. Погнали. Тоже что-то новенькое. Раньше это не предлагалось. Но, вы видите, можно обычную навигацию настроить с тремя кнопками. Можно сразу настроить навигацию по жестам. Достаточно приятный экранчик нас встречает. Куча всяких различных уведомлений. Шторки тут же появляются. Естественно, все Google сервисы здесь присутствуют. В принципе, работает шустро. Приятный белый цвет. Яркость, я бы не сказал, что запредельная, но достаточная. Давайте сразу посмотрим, как она регулируется. А вот минимальная. Ну, такое. В шторке появилась возможность записи в 4К. Вот как все это выглядит. Но никаких 60 фпс на 1080p, судя по всему, здесь нет. А это было бы более уместно, чем просто 4К-видео. В полном обзоре расскажу о фото и видео возможностях данного устройства. После первого запуска мы видим, что занято около 10 гигабайт под нужды системы и предустановленные приложения. FM-радио, конечно же, присутствует. Во, необычно как-то перерисовано, нестандартное, гугловское. А вот это достаточно стандартная фишка у Ocitel. Набор инструментов. Здесь тебе и шумометр, и компас, и настенный уровень, и просто уровень, и замер высоты. И вот это вот все. Можно даже от веса мерить. Не знаю, насколько это удобно. Вот таким вот массивным аппаратом. Звук достаточно неплохой, честно говоря. Динамика, как видите, только один. По звуку нормальный. Дисплей, слушайте, действительно неплохой. Здесь хорошее разрешение. 1080 на 2340 точек. Процессор. 7-нанометровый техпроцесс. Надеюсь, это скажется на его энергоэффективности. Также производитель указан на то, что можно погружать воду на глубину не более 1 метра на 24 часа. Основной модуль от Samsung. Диафрагма 1.89. Ну, в принципе, должно быть достаточно. И напоследок, друзья, самый главный квест. Где лоток для сим-карт? А вот он, видите? Я его даже сразу не приметил. Скрепка, кстати, где-то моя уже потерялась, судя по всему, со всеми этими пидрягами. И вот таким вот образом выглядит лоток сим-1, сим-2. Очень необычная конструкция. И что комбинированно получается, расскажу подробнее в обзоре. Давайте, кстати, этикетку эту тоже уберем. С e-mail она реально как-то в глаза бросается. Вот. Ну и вот так все это выглядит без этикетки. В качестве небольшого бонуса для тех, кто тоже успел в первые 500, кажется, или 300 заказов, давайте глянем, что вас может ждать, что за наушники они в подарок отправляют. Опять же, телефон достаточно дорогой, около 400 долларов, плюс-минус. И вот такие вот наушники в подарок мне положили. Так, смотрите, в одной упаковке еще одна упаковка. И вот, наконец, сами непосредственно наушники. Вот таким вот образом выглядят. Какая интересная форма. Я вообще не знаю, что это за фирма. Очередной какой-то ноу-нейм. Мне нравится, что механическое управление. Вот это вот. Не люблю сенсорное. Так, в комплекте простенький зарядный кабель. Опять же, черного цвета. Парочка амбушюр. Благодарность, неизвестно от кого. И вот такой вот быстрый старт. К сожалению, на русском языке нет. Но, в принципе, и на английском понятно. Опять же, в обзоре я расскажу, что да как, нормальные ли это наушники. Ну и в заключение, я, наверное, поснимаю что-нибудь. Вам сейчас запущу, как он снимает 4К видео. Пару-тройку примеров фото сделаем. Прямо сейчас. Может быть, будут какие-то обновления. Но я бы на это особо не надеялся. Номеронабиратель содержит, как видите, русские буквы. Запись звонков. Десятый Android тоже. Google вернул. Сделано все достаточно аккуратно. С усилением по краям. Но очень тяжелое устройство. Явно больше 200 грамм. Опять же, в полном обзоре подробнее расскажу, каково это им пользоваться. Точные размеры, характеристики. В принципе, все это в описании имеется. Ссылка, где приобретал, под видео. Еще один плюс. Экран утоплен, как видите. Если нацепить защитное стекло, будет очень хорошо лежать, прилегать. Никаких округлостей по краям нет. Если есть вопросы, обязательно пишите в комментариях. Постараюсь в обзоре на все ваши вопросы ответить. Вот эта обоина прикольная. И вот эта, по-моему, тоже достаточно интересная. Всем удачи. Всем пока. Надеюсь, видео было полезным. Не забываем, у нас есть первый канал. Второй есть группа ВКонтакте. Все необходимые ссылки сами знаете где. Увидимся, друзья.